96% россиян считают важным знание истории России. Каждый второй замечал в случае умышленного искажения истории страны. Треть сталкивались с ними неоднократно, три раза и более. Чаще об этом сообщали мужчины среднего возраста и имеющие высшее образование. Россияне солидарны с мнением, что нужно бороться с теми, кто пытается умышленно исказить историю страны. Частично к истории мы еще сегодня вернемся. Здравствуйте, это КФУ. Итоги недели. Вот о чем мы поговорим сегодня. Эта практика, я думаю, будет точно востребована не только на базе нашего университета, но и других вузов. Взаимодействие органов власти и жителей. Какое соглашение поможет реализовать специальные обучающие программы в КФУ? Казанский федеральный университет – это площадка больших возможностей, которые можно реализовать. Добро пожаловать! Как студенты осваиваются в Казанском университете? Это в принципе тот самый сборочный конвейер, на котором происходит взаимодействие всех инициатив и механизмов, которые государство для этого сейчас предложит. Фабрика стартапов. Возможно ли в Казани создать такую студию? Мы уже разработали генный препарат, мы хотим протестировать это на животных. Неизлечимых болезней нет? Какое лекарство должно победить сложные генетические заболевания? Совместные образовательные программы в сфере диджитал-коммуникации, формирование уникальной базы практик, обратной связи между органами власти и населением. Развитие подобных партнерских отношений подразумевает соглашение о сотрудничестве, подписанное между КФУ и ОНО «Диалог регионы». Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился с генеральным директором ОНО «Диалог» и ОНО «Диалог регионы» Владимиром Табаком. По итогам встречи подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. В нем говорится о создании совместных образовательных программ в сфере диджитал-коммуникации, формировании базы практик обратной связи между органами власти и жителями республики. Ленар Сафин отметил, что компетенции и технологии, которыми располагает организация «Диалог» в сфере интернет-коммуникации, могут быть успешно применены на федеральном и региональном уровнях. Напомним, что Казанский университет имеет практику совместной работы в части профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих Татарстана. Обучение прошли около тысячи человек. Нынешнее соглашение позволит укрепить и расширить взаимодействие КФУ, привлекая к работе лучших экспертов, создавая востребованные программы для обучения и повышения квалификации профильных специалистов и сотрудников. Ректор также уточнил, что КФУ заинтересован в создании новых учебных программ для студентов в области диджитал-коммуникации. По его мнению, это позволит выпускникам стать более конкурентоспособными на рынке труда. В свою очередь, руководитель «Оно» диалог региона Владимир Табак подчеркнул, что для организации важно партнерство с одним из ведущих вузов страны. Эта практика, я думаю, будет точно востребована не только на базе нашего университета, но и других вузов. А мы, соответственно, станем той площадкой, где мы все эти практики с вами притворим в жизнь. Для нас самое важное – это, ну, в этом смысле, как бы понятийные договоренности и понимание того, что у нас есть схожие интересы и задачи, которые мы могли бы вместе реализовать и на уровне региона, и масштабировать на федеральный уровень. Более 14 тысяч студентов будут проживать в общежитиях Казанского федерального университета. Заселение первокурсников началось за несколько недель до начала учебного года. До этого условия проживания осмотрела специальная комиссия. Оценивать было что. В этом году шесть объектов были отремонтированы. Общая сумма работ по ним составила почти 75 миллионов рублей. Ремонт был сделан в местах общего пользования. Были обновлены коридоры, прачечные, туалеты и ванные комнаты. Напомним, что год назад университет на себя взял и обязательство по замене старого бесхозного трубопровода на улице Аделя Кутуэ. Из-за ветхого состояния коммуникации студенты и сотрудники общежитий из тутгородка оставались без горячей воды. Благодаря новому отрезку трубы теперь проблем с подачей воды здесь нет. Но не только условия и места проживания стали главной заботой университета по работе со студентами. Организовать их досуг, воплотить мечты не только об учебе, раскрыть таланты. Вот еще одна задача. Как проходит адаптация новых студентов Казанского университета и как им в этом помогают, увидела Эльвина Минабуддинова. Быть как дома. Такого хотят иногородние студенты. Особенно те, которые проживают в общежитиях. Заселение в дома общего житья для студентов старших курсов – привычное дело. Но как же справиться с этим только-только при бывшем в ряды студентам-первокурсникам? Одних с этой проблемой ребят в КФУ не оставят. Процесс заселения здесь стараются сделать наиболее быстрым и комфортным. В этом году мы работали над тем, чтобы улучшить возможности для студентов, которые поступают на первый курс, чтобы было все автоматизировано. Но также у нас были изменения в документе, на основании которого происходит распределение места в общежитии. Все иногородние студенты, которые поступают на первый курс, они отмечают необходимость, когда подают документы, необходимость предоставления места в общежитии, они подгружают заявление на предоставление места в общежитии. И также, соответственно, в этом году была такая особенность, что приоритетное право именно предоставлялось социальным категориям обучающихся, которые были обозначены в рекламенте. То есть это студенты из числа сирот, студенты из числа инвалидов, это те, кто получает социальную и государственную помощь, то есть и различные категории. Основной упор – нольгодная категория, прописанная последовательность и очередность предоставления мест для этой группы студентов. С 20 августа идет работа по рассмотрению заявлений и предоставлению мест иногородним студентам. Они могут получить место как в общежитиях студенческого городка, так и в деревне-универсиады. С этого года студенты первого курса заселяют во все общежития. Массовое заселение проходило в последнюю неделю лета. Заявления рассматривались до 20 августа. Но подать документы на предоставление места можно и сегодня. Вообще подать заявление можно в любой период, в любое время, даже на сегодняшний день. Для этого это осуществляется через личный кабинет студента. Есть такая вкладочка «Заявление в общежитии», он подает. И дальше уже, то есть у нас регулярно работают жилищно-бытовые комиссии. И, соответственно, по решению комиссии рассматривается, и при наличии свободного места уже распределяются места в общежитии. Все места в общежитии закреплены за каждым у нас институтом и факультетом. И у каждого института есть как места, как в деревне-универсиаде, так и в общежитиях студенческого городка. Заселение происходит на основании приказа. Студент заселяется в общежитие и заключает договор найма на весь период обучения. В этом году выделено 14 тысяч мест. Более 3,5 тысячи ребят к началу учебного года уже заселены в общежитие. Остальные – это места для студентов старших курсов и подготовительного факультета. Полное заполнение общежитий ожидается в ноябре. Совсем скоро студенты смогут заселиться в новое отремонтированное общежитие. Сегодня в местах общего пользования общежития, расположенных по улицам Аделя-Кутуя, Губкина, Бутлерова, Пушкина заканчиваются ремонтные работы. Ремонт у нас, конечно, назрел давно. И во многих общежитиях у нас действительно проводится ремонт работы места общего пользования. К сожалению, конечно, сразу все полностью отремонтируют капитально, начиная с подвала, заканчивая крышей. Но на те суммы, которые сейчас у нас пришли из бюджета Российской Федерации, сейчас делаются места общего пользования, приводятся в соответствие. То есть у нас давно этот ремонт уже назрел. Ремонтируются места общего пользования. Кухни, умывальные комнаты, прачечные туалеты и стеновые плиты. В общежитии на улице Губкина идут электромонтажные работы. В этом году на ремонт общежития было выделено более 75 миллионов рублей. Хаид Мусинов – студент второго курса магистратуры. Родом из Узбекистана. Он проживает в общежитии шестой год. За это время Хаиду удалось прожить в общежитиях КФУ в набережной Челнах и Казани. Студент охотно делится своим опытом и советами. Как раньше вы подаете документы, тем хорошие комнаты остаются вам. В целом жить в общежитии отлично. Мы живем в центре города почти. До университета где-то 25-30 минут езды. Условия в общежитии тоже хорошие. Зимой тепло очень. Тут холода не бывает, поэтому приборы лишние не надо закупаться. А все остальное – все хорошее. Отлично. Кухни тоже можно готовить, все нормально. Не только двери общежития открыты для первокурсников КФУ. Возможности для ребят здесь огромные. В особенности для тех, кто хочет головой окунуться в активную жизнь студенчества. Казанский федеральный университет – это площадка больших возможностей, которые можно реализовать. И вот эти у кого-то 4-5-6 лет обучения, которые студент проводит в нашем ВОЗе, сделать не только и незабываемыми, интересными, но и, соответственно, полезными и эффективными для самого студента. От песни и танцев до научных секций. В КФУ открыты 150 студенческих общественных организаций, 36 секций по разным видам спорта, 120 научных кружков. Открыты студенческие общественные организации, такие как волонтерские движения, туристические клубы и клубы дебатов. В каждом есть около 100 творческих студенческих коллективов по разным направлениям. Нужно просто записаться в творческий коллектив, понравившийся, неважно абсолютно. Если с одного института понравился тебе коллектив и с другого, ты спокойно можешь и там участвовать, и развиваться в их творческом коллективе. Именно так когда-то поступил Артур Розанов, магистрант первого курса. Сейчас он является заместителем директора студенческого клуба КФУ. Узнав о творческой жизни университета, будучи первокурсником, он решил для себя, что тоже хочет стать частью ВУЗа. Начинал все за кулисами. Артур занимался технической деятельностью. Теперь его работа проходит на сцене. Он ставит театральные номера, режиссирует конкурсные программы институтов. Благодаря студенческой активности Артур нашел сферу для развития в будущем. Хочу, во-первых, пожелать первокурсникам успехов, потому что их ждут долгие 4 года, очень насыщенные. Важно не бояться пробовать себя в различных направлениях, даже если это немножко не связывается с тем направлением, на кого они учатся. Нужно пробовать в этой жизни все, испытывать себя везде и ничего не бояться. Студенческий актив КФУ открыт не только для творческих людей, но и для абсолютно разных направлений. И тому пример Ксения Аберюхтина, студентка третьего курса Института международных отношений. Она является активистом добровольческого центра КФУ и руководителем центра донорства. На первом курсе Ксении рассказывали о существующих направлениях студенческих клубов, но выбрать она для себя решила одно. Ксения объясняет, главной мотивацией стала возможность помогать людям. Меня просто больше зацепило это. Сдавая кровь, я знаю, что я могу помочь людям. Добровольческий центр объединяет все социальные комитеты в различных институтах и занимается помощью, например, животным. Мы ездим в приюты, помогаем пожилым людям. Для студентов первого курса ежегодно проводятся встречи и различные акции. Все они направлены на привлечение в студенческий клуб. Проводим встречи со студентами первого курса, где подробно рассказываем им о самых крупных объединениях. И не просто рассказываем, но и даем инструмент, чтобы сразу можно было записаться. То есть у нас есть отдельный сайт, на котором собрана вся информация. От творчества и спорта до волонтерства и добровольческой деятельности. Казанский федеральный университет открыт студентам самых разных талантов, интересов и увлечений. Эльвина Минобудинова, Хафиз Гараев, КФУ «Итоги недели». Казанский федеральный университет претендует на открытие фабрики стартапов. Он вошел в топ-20 российских вузов-кандидатов на открытие первых университетских стартап-студий. Проект реализуется Миноборнауке России и фондом инфраструктурных и образовательных программ. В студиях студенты, аспиранты смогут работать над реализацией своих бизнес-идей и разработкой инновационных продуктов. Как КФУ готов участвовать в проекте? Об этом мы побеседуем с проректором по цифровой трансформации и инновационной деятельности университета Дмитрием Пашино. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Здравствуйте. Казанский федеральный университет стал кандидатом на открытие стартап-студии. Это федеральный проект. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее. Я бы не стал говорить, что это кандидаты. На самом деле мы прошли конкурсный отбор и остались формально прислуживаться под подписанием инвестиционного соглашения. Поэтому я считаю, что можно говорить, что КФУ победитель в конкурсе на создание стартап-студии. Данная стартап-студия создается в рамках федерального проекта, которая называется «Платформа университетского технологического предпринимательства». И я думаю, что те, кто интересуется этой темой, могут найти очень много информации об этом в интернете, комментарии и руководителей государства, и нашего учредителя Министерства образования и науки. Но я бы, наверное, немножко с другого ракурса посмотрел на эту проблему, чтобы, может быть, высказать мое мнение о том, что это такое и для чего данная платформа существует. Мы все прекрасно знаем, что если мы хотим дать нашему ребенку высшее образование, то мы обращаемся в университет, потому что в университете процедура получения необходимого объема знаний, чтобы потом выдержать квалификационный экзамен, защитить работу, это делается в университете, и там процесс полностью налажен. То есть это так называемый основной производственный процесс университета, это передача ребенку знаний, фактически, когда он получает образование, и становится специалистом в той или иной области. Этот процесс в университетах отлажен. И на этот процесс есть заказ государства, это так называемые контрольные цифры приема, то есть это бюджетные места, государство заказывает нам специалистов в той или иной области, и регулируя количество бюджетных мест, оно тем самым регулирует количество специалистов, которые необходимы для нашей экономики. То же самое происходит и в науке. Мы понимаем, как сформируется лаборатория, как набирается штат лаборатории, каким образом происходит финансирование через тот же самый госзаказ. Это тоже совершенно четко структурированный бизнес-процесс университета, который много лет уже развивается, он воспроизводимый и в принципе никаких вопросов не возникает. И на это существует заказ государства. Но несмотря на то, что уже на протяжении последних 30 и даже более лет государство говорит о необходимости коммерциализации результатов наших научных исследований и разработок, как процесс, который востребован и заказан со стороны государства, он не существует до сих пор. Поэтому платформа университетского технологического предпринимательства, на мой взгляд, это первая серьезная финансово поддержанная инициатива со стороны государства, чтобы университеты перешли в формат университета 3.0, так называемый университет наука, образование и инновационная деятельность, и не просто заявила об этом, продекларировала, а профинансировала данный процесс для того, чтобы они стали полноценными участниками всех бизнес-процессов, которые на сегодняшний день развиваются в университете. Поэтому, когда мы говорим о платформе университетского технологического предпринимательства, это именно направлено на то, чтобы сформировать, наконец, завершить формирование модели университета 3.0. Стартап-студия, о котором мы начали с вами разговор, это, в принципе, тот самый сборочный конвейер, на котором происходит взаимодействие всех инициатив и механизмов, которые государство для этого сейчас предложивает. Это основой семь различных подходов, это и акселерационные программы, это и точки кипения, и программа студенческий стартап, и так далее, и так далее. То есть все эти методы, все эти активности, они взаимодействуют на этой платформе, которая называется студенческая стартап-студия, хотя, наверное, слово студенческое неправильно, потому что это стартап-студия вообще и для исследователей, и для студентов. Для того, чтобы та ситуация, которая сейчас существует в России, что как бы все знание формируется в университетах, но только 3% стартапов выходит из университетов, оно совершенно недопустимо. И уж чтобы наконец-то поднять инвестиционную привлекательность наших исследований и разработок, для того, чтобы это был понятный, ясный, воспроизводимый, а самое главное, с высокой степенью конверсию процесс, для этого как раз и формируется та самая платформа университетского технологического предпринимательства. Я хочу сказать, что на сегодняшний день практически все те инициативы, которые были объявлены государством в виде конкурсов, были выиграны Казанским федеральным университетом, и я думаю, что к обозначенным срокам мы точно сформируем этот бизнес-процесс и наверняка займем свое достойное место с точки зрения процессов коммерциализации результатов наших научных исследований. Вы отметили, что есть большой запрос у государства, инициативы, все поддерживаются и ресурсно в том числе, а вот с этой стороны, со стороны студентов самих, есть ли желание вообще двигаться в этом направлении запросы? Ну, мы будем оперировать фактами и цифрами, а не просто нашими представлениями об этом. Вот когда состоялся конкурс «Студенческий стартап», он состоялся в два этапа, это мая и июнь месяц, то абсолютным лидером по количеству подданных заявок являлся Казанский федеральный университет. Я могу сказать, что больше 6% всех заявок, которые были поданы в России, а у нас все-таки 800 с лишним вузов, были из Казанского федерального университета. Это означает, что студенты нашего университета, они заинтересованы, им это интересно, но еще хочу подчеркнуть, что их интерес, он не просто возник сам по себе, мы этому вопросу уделяем достаточно много серьезного внимания. У нас есть курс «Инновационная экономика и технологического предпринимательства», который мы внедрили три года назад, когда в этой воронке обучения у нас находится 10 тысяч студентов ежегодно, и понятно, что это дает свои плоды. И когда мы говорим о тех же самых 6% и больше в этом конкурсе, то это не предел, мы просто сами ограничили, ну и по разным причинам, потому что это достаточно было показать нашу интенцию. Поэтому, конечно, да, студенты заинтересованы, им это интересно. Еще про инновации, вот у нас относительно недавно проходили стажировку про ректор узбекистанских вузов, также обучались в плане инновационного развития. Вообще, запросы со стороны, именно от внешних, ну, давайте назовем их, партнерами, часто ли тенденция, или все-таки это такой частный случай? Нет, у нас достаточно идет много запросов на обмен нашими, опыт нашим практики. Ну, то, что привели к примеру, он достаточно интересный, потому что Министерство инновационного развития Республики Узбекистан изучал опыт многих университетов России для того, чтобы взять лучшие практики для внедрения у себя в республики. И, конечно же, ну, это предмет нашей гордости, чтобы выбран Казанский федеральный университет, и фактически 30 проректоров из 30 вузов Узбекистана прошли стажировку, и сейчас к нам поступил запрос от Министерства о том, что мы, в принципе, взяли на себя менторство по созданию университетской среды технологической предпринимательства в Республике Узбекистан. Сейчас это находится в стадии обсуждения. Поэтому, да, конечно, это, как бы, внешнее признание, может быть, нашего лидерства или успешности наших практик в Казанском федеральном университете. Ну и в завершение такой вопрос, скептический, может быть. Часто, когда говорят про инновации от университетов, тут все-таки столичные вузы звучат в федеральной повестке, да, вот как врываться в это поле вот такому большому, я не назову его региональным, федеральному вузу, но который находится в регионе. Вот как вы это видите? А вы знаете, это рассуждение, но и серия там, как вот, где должен работать IT-специалист. IT-специалист может работать везде. Для него нет границ территориальных. Так и здесь не имеет значения, где находится университет. Вообще говоря, когда мы говорим про стартап, это не история создания проектов в рамках одного университета. Это история коммуникации, история кооперации между специалистами в различных областях для сборки конечного продукта. Потому что, например, Казанский федеральный университет, он имеет свои компетенции в каких-то отдельных отраслях. Но они, скорее всего, не смогут позволить собрать весь проект. Поэтому мы, естественно, в своей работе ищем те точки компетенции, которые есть в других университетах, и не только в российских, для того, чтобы быстро, качественно собрать стартап-проект и вывести его на рынок. Потому что на сегодняшний день побеждает не те, у кого лучше технологии, а побеждает те, кто быстрее оказался на рынке, у кого более эффективная бизнес-модель. Спасибо большое за интересную беседу. Всегда рад. Генный препарат для лечения редких заболеваний создает аспирантка Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Алиса Шеймерданова. Ее проект со сложным названием «Разработка генного препарата для лечения GM2-ганглиозеодозов» победил в конкурсе студенческий стартап. Сейчас в мире не существует ни одного лекарственного препарата, который применялся бы в терапии группой из трех связанных генетических заболеваний. Они возникают в результате дефицита одного фермента, нехватка которого приводит к нарушению липидного обмена, разрушению головного и спинного мозга. Среди заболеваний это болезнь Т.С.Акса, болезнь Сенхофа. Благодаря выигранным средствам уже в этом году молодой ученый намеренно приступить к пилотным испытаниям препарата на лабораторных животных. Наша съемочная группа ознакомилась с работой молодого генетика. Казалось бы, наследственные заболевания нервной системы неизлечимы. Однако Алиса Шеймарданова доказала обратное. Уже на протяжении четырех лет она разрабатывает генный препарат, который поможет вылечить GM2-ганглиозеодозы. Они представляют собой группу из трех связанных генетических заболеваний, которые возникают в результате дефицита фермента бета-гексазаминидазы. Этот фермент катализирует биодеградацию производных жирных кислот, известных как ганглиозиды. Болезни более известны под названиями болезнь Т.С.Акса, АБ-вариант GM2-ганглиозидоза и болезнь Сенхофа. Такая группа заболеваний, лизосомные болезни накопления, которая возникает из-за дефицита бета-гексазаминидазы А. То есть это такой фермент, который присутствует в нормальном состоянии у человека и животных, и который отвечает за расщепление определенного субстрата, который называется GM2-ганглиозид. Если этого фермента нет, то расщепления не происходит, этот субстрат накапливается в клетках и преимущественно в нервных клетках. Из-за этого происходит нейродегенерация, то есть нервные клетки умирают, и у человека развивается инвалидность, человек не способен к некоторым двигательным функциям, к некоторым когнитивным функциям. Сам генный препарат представляет собой вектор на основе рекомбинантного аденоассоциированного вируса 9-го серотипа. Он содержит в себе генетическую кассету, которая кодирует гены недостающего у пациентов фермента. По словам Алисы Шеймардановой, введение такого препарата позволяет доставить здоровый ген в нервную систему. После чего нервные клетки пациента начинают синтезировать необходимый фермент и работать как у здорового человека. После этого получают вирусные векторы, трансдуцируют клетки, то есть генетически модифицируют, смотрят эффективность, и потом интертикально или внутривенно вводят генный препарат. В настоящее время в мире не существует ни одного лекарственного препарата, эффективного для терапии ганглиозидоз. Разработку такого генного препарата Алиса начала на втором курсе бакалавриата. Сначала она научилась методом молекулярной и клеточной биологии в OpenLab, генной и клеточной технологии под руководством профессора, доктора наук Альберта Резванова. Затем начала участвовать в конкурсах и из года в год усовершенствовать свой проект. Так финансирование Алиса выиграла в конкурсе студенческий стартап. Этим проектом я уже занимаюсь как раз с 2018 года, после того, как выиграла «Умник». И раньше был «Умник», потом «Старт-1», «Старт-2» и так далее. И там уже более крупное финансирование. И только в этом году придумали студенческий стартап. Это такой промежуточный этап между «Умником» и «Стартом-1». И это дает какую-то грамотность студентам и молодым ученым развивать свой проект, открывать юридическое лицо и, в принципе, заниматься инновационным предпринимательством. Я решила, что это хорошая возможность профинансировать свой проект. В результате реализации проекта может быть разработан первый в мире препарат, который позволит остановить прогрессирование GM2-ганглиазидозов. Алиса Шеймарданова активно сотрудничает с индустриальными партнерами. По ее словам, они заинтересованы в реализации проекта. Только лекарственные препараты перед выходом на рынок должны пройти доклинические и клинические испытания. На это лаборант и потратит выигранные деньги. Планируем сделать пилотные доклинические исследования на крупных лабораторных животных. То есть мы уже разработали генный препарат, мы хотим протестировать это на животных. В течение длительной работы над проектом были получены многообещающие результаты пилотных доклинических испытаний. Они показали пользу применения генного препарата на лабораторных животных. Результаты исследования были оценены на международных конференциях, опубликованы в высокорейтинговых научных журналах. В настоящее время Алиса Шеймарданова продолжает учебу в аспирантуре КФУ и работает над кандидатской диссертацией по выбранной тематике. Эльвина Минобудзинова, Эльвира Замалединова, Хафиз Гараев, КФУ «Итоги недели». Далее вас ждут другие новости. Кого ждут в научные роты и как стать донором костного мозга. Об этом и не только. Во второй части программы. Стипендия имени Елены Чернопровкиной. Кто из студентов-журналистов стал победителем? Своё 50-летие, по мнению некоторых учёных, он встретил именно в Казани. Прорубил окно не только в Европу. Какое наследие оставил после себя в Казани Пётр Первый? В научную роду приглашают студентов и выпускников Казанского федерального университета. Пройти срочную службу в специализированном военном подразделении смогут наиболее талантливые представители вуза технических специальностей. Со следующей недели в Казанском университете начнёт работу «Комиссия военного инновационного технополиса ЭРА». Здесь проводятся научные исследования, работа с крупнейшими научными организациями и предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Сами срочники могут участвовать во всероссийских и международных конференциях. Также объявлен отбор кандидатов для научных род радиоэлектронной борьбы в Тамбове, военной академии радиационной, химической и биологической защиты в Костроме. А научная рота Росгвардии даст возможность талантливым выпускникам вузов применить свой потенциал в решении конкретных инженерных задач войск правопорядка. О том, какие ещё события из жизни университета и республики произошли на этой неделе, узнаете из нашего дайджеста. Ректор КФО Элинар Сафин принял участие во встрече президента Татарстана Рустама Миниханова с делегацией из Палестины. Стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Глава республики отметил, что Татарстан активно сотрудничает со странами, входящими в организацию «Исламского сотрудничества». На базе Илабужского филиала КФО прошли десятые в истории международные цветаевские чтения. В ходе них состоялось вручение литературной премии имени Марины Цветаевой. Номинация «Цветаевский мемориал» Ее обладателем стала директор музея семьи Цветаевых в Таргусе Елена Климова. Роль университета в сохранении родных языков и культуры народов России обсудили в КФУ. Об этом говорили в ходе пленарного заседания в рамках конференции организаторов Второй федеральной олимпиады школьников по родным языкам. Как мы все знаем, что президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путином 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Язык – это важная часть культурного года. Каждого народа – это основа культурного наследия. Студентам КФУ вручили стипендии имени Елены Чернобровкиной. Их получили три второкурсницы высшей школы журналистики и медиакоммуникации. На протяжении двух месяцев они проходили стажировку на базе электронного издания «Бизнес онлайн». По ее итогам финалистами конкурса на получение стипендия стали 10 человек. Волнительно, страшно, неожиданно. Ну, как бы многие говорили свои предположения. Настя, все будет хорошо. Я думаю, да нет, нет, ну как же. Как-то я не могла, до последнего не верила. Но все равно страх есть до сих пор. Когда уже вроде бы объявили, все сказали, но трудно осознать, надо принять. На этой неделе в Казанском университете проходила донорская акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Предварительно о ее результатах, а главное, о значимости донорства костного мозга, сегодня мы побеседуем с Ильей Хуснудиновой, руководителем добровольцев медиков федерального. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. В чем суть и цель акции? Суть и цель акции в том, чтобы донести до как можно большего количества людей значимость данной акции и пополнить непосредственно регистр костного мозга. А для чего вообще необходим этот регистр костного мозга? Регистр необходим для того, чтобы можно было как можно быстрее найти необходимого донора. А сколько сейчас участников в общем регистре? Вообще в федеральном регистре порядка 80 тысяч, а именно если говорить про наш, Приволжский федеральный округ, то около 50 тысяч. То есть большая часть именно с Приволжского федерального округа? Да. Интересно. А как, кстати, появился Приволжский регистр костного мозга? Он был создан в честь Васи Переводчикова, мальчика, у которого был рак крови. И вследствие того, что все затянулось, он, к сожалению, не смог получить пересадку костного мозга. И на средства, которые были собраны для него, создан был вот этот вот регистр. А почему именно в сентябре проводится такая акция? Она ведь не впервые в КФУ. Да, действительно, она не впервые проводится в КФУ. Но именно 18 сентября день донора костного мозга, поэтому в связи с этим в сентябре мы проводим в институтах такие акции. А кто может стать донором костного мозга? Донором костного мозга может стать любой желающий. То есть в этом деле главное желание от 18 до 45 лет должно быть человеку. Вес его должен быть больше 50 килограмм. И он должен не иметь определенных заболеваний. А какие есть противопоказания? С какими заболеваниями откажут желающему стать донором? Беременность, аутоиммунные заболевания, гепатит, сифилис, ВИЧ. Вообще на сайте есть специальная анкета, она состоит всего из 16 вопросов. То есть можно ее пройти, и там уже тебе конкретно дадут ответ, сможешь ли ты стать или нет. А как найти сайт? Как называется? Так и вводите российский центр доноров костного мозга, Вася Переводчикова, и там он выйдет в первых. А донорам крови при сдаче плазмы или крови полагаются льготы, оплата, звание почетного донора. Есть ли здесь какие-то привилегии? Да, безусловно, здесь есть привилегии, оплачиваются все расходы, то есть донор не должен нести никаких финансовых трат, оплачиваются проезд, проживание, и также предоставляются больничные от 5 до 9 дней. А как проходит забор анализа? Больно ли, может быть, страшно? Вообще, предварительно сначала нужно сдать букальный эпителий. Это нужно для того, чтобы понять и занести в регистр, соответственно, в эту базу данных. А потом уже, если человек подходит, тогда уже с ними связываются координаторы, и уже о дальнейших мероприятиях они договариваются. А вот эпителий – это же мазок, я правильно понимаю? Да, это мазок с внутренней поверхности щеки. Он забирается у человека, который хочет стать потенциальным донором, он заполняет анкету, и, в принципе, на этом все, он уже дожидается тогда, когда с ним свяжется, если нужен будет донор. А что происходит, если данные донора совпали с тем, что необходимо, собственно? Ну, вот дальнейшее уже у нас связываются координаторы с ним и приглашают его на, собственно, обследование перед сдачей костного мозга. Проводится это двумя путями. Либо предварительно вводятся в вену специальные препараты, которые заставляют кровотворные клетки, которые находятся в самом костном мозге, которые находятся у нас в наших костях, выйти в кровь, они отфильтровываются, как при сдаче, допустим, тромбоцитов, если кто-то сдавал кровь. И обратно же эта кровь вливается обратно тому, кто хочет, у того, кого она забирается. А какое количество человек приняли участие в акции от КФУ в прошлом году и вообще состоят в регистре доноров? Порядка 200 человек. Это и сотрудники ВУЗа, и также учащиеся. А вот недельная акция уже практически завершилась. А в другие дни, если вдруг у кого-то появилось желание стать донором, куда можно прийти и сдать анализ? Вообще сотрудничество у нас идет с Казанэкспресс. То есть там можно прям заказать бесплатный набор для сдачи букального эпителия. Он тебе придет. Также в инвитро, это лаборатории по Казани, можно прийти и сдать не букальный эпителий, а кровь забираются. И также в течение года мы будем обязательно проводить еще такие акции. Большое вам спасибо за интересную и познавательную беседу. Самыми активными пользователями интернета стали жители Москвы, что неудивительно. В этот же ряд попали представители отдаленных регионов России. Из Ямала, Югры, Чукотки, Магадана и Чечни. Здесь свыше 90% жителей старше 15 лет ежедневно пользуются интернетом. Таковы исследования высшей школы экономики. Эксперты подсчитали, что регулярных интернет-пользователей меньше всего проживает в Красноярском крае, Псковской, Самарской, Тверской и Смоленской областях. Речь идет не только об использовании интернета в развлекательных целях, но и про возможности использования его в качестве цифровых технологий, образования, получения услуг, онлайн-сервисов. А какие темы стали актуальными для моего коллеги, соведущего Леониды Толчинского, узнаем его в авторской рубрике. И снова с вами «Смотрите сами». Собственно, тему цифровизации нашей жизни хочется продолжить. Не надо было никаких специальных исследований, чтобы знать. Россия достаточно давно входит в круг стран-лидеров по массовости использования населением всех возможностей интернета. Мы иногда взапали самокритики, про это забываем. Но это так. И сегодня задача уже больше стоит не столько в плоскости понимания, какой регион больше, а какой меньше охвачен всемирной паутиной. Куда продуктивнее обратить внимание на то, как складываются в региональном разрезе топы платформ, через которые население осуществляет медиапотребление и коммуникации. Тут есть различия, которые, безусловно, надо отныне в обязательном плане учитывать, добиваясь эффективности в медиасреде. Я бы обратил внимание еще и на то, что интернет за последние десятилетия перестал быть прерогативой молодых. Сегодня даже не третий, а уже и четвертый условно возраст, а это люди 75+, все активнее начинают потреблять контент и коммуницировать, используя цифровые площадки. И если для молодого и экономически активного населения в возрасте до 35 лет таковыми в приоритете числятся, например, Телеграм и Ютьюб, то люди старшего поколения предпочитают WhatsApp и одноклассников. Надо сказать, что на эти и многие другие принципиально важные особенности современного медиапотребления в России обратил внимание на минувшую неделю гость Казанского университета, генеральный директор «АНОДиалог» Владимир Табак. Сам университет, заключив с диалогом соглашение, нацелен отныне динамично развивать совместные проекты в сфере стратегических коммуникаций и формирования медийных образовательных программ и проектов, направленных на пополнение в перспективе медиарынка страны квалифицированными в сфере медиаинжиниринга специалистами. События нескольких последних лет наглядно продемонстрировали, насколько остро стоит вопрос в стране дефицита соответствующих кадров. Для будущего, впрочем, и для настоящего, этот дефицит тоже опасен и чреват катастрофическими последствиями, как и недостаток тех же айтишников. Но так получилось, что за айтишников озаботились на всех уровнях. И это правильно. Но что произойдет, если в области стратегических коммуникаций в сфере сквозного медиа-продюсирования у руля окажутся люди совсем не готовые не только к качественным практическим действиям, но даже к осознанию того, сколь серьезно изменился медиамир, влияющий на состояние дел в головах и умах людей, на их установки, поведения, поступки, намного сильнее, чем какая-либо иная система, воздействующая на человека. Причем речь идет о масс-медиа, то есть о силе, воздействующей изначально по определению сразу на большие группы населения. Именно поэтому и посчитал сегодня важным акцентироваться на подписанных КФУ и диалогом документах. Будем следить за их реализацией и возвращаться к теме, уже опираясь на тот опыт, что наш университет и его партнеры в ближайшее время начнут формировать. Такие дела. Всем доброго. История татарской печатной книги в России началась с Петра Великого. По его приказу в 1722 году был выпущен манифест на татарском языке. В этот год император при отправлении в персидский поход посетил Казань. Ему наш город обязан появлением нескольких фабрик суконной, овчарной, кожевенной, а также созданием адмиралтейства на паше на земле Зелантового монастыря села Бешболта. В переводе это «Пять топоров». На Казанской верфи для Каспийской флотилии строили бомбардирские корабли, фрегаты, бриги, галлиоты с грибными судами. С 1722 года было построено около 400 различных судов. При адмиралтействе была открыта школа, где обучались геометрии. Именно при Петре ранее была образована Казанская губерния. А какие раритеты хранит отдел рукописей и редких книг Казанского университета, выяснил Амир Ахтямов. В этом году Петру Первому исполняется 350 лет. По его приказу началась застройка Васильевского острова, и в 1710 году на нем построили первое каменное здание во всем Петербурге. Васильевский остров – один из самых маленьких по площади районов Петербурга. Он состоит из двух крупных островов – Васильевского и острова Декабристов. Васильевский остров – самый крупный в Невской дельте. Его западная сторона, обращенная к Финскому заливу, является центральным звеном морского фасада Петербурга. А восточная стрелка входит в панораму общегородского центра. Ключевое положение между главной акваторией Невы и выходом в Финский залив предопределило его важную роль в развитии Петербурга. Петр был первым после Ивана Грозного венциносцем, посетившим Казань. Своё 50-летие, по мнению некоторых учёных, он встретил именно в Казани. И в 1718 году по его приказу было создано Адмиралтейство. В 1722 году по приказу Петра Великого был выпущен манифест на татарском языке. С него и началась история татарской печатной книги в стране. Император во время пребывания в Казани обратил внимание на плачевное состояние древнего болгара и велел позаботиться о ремонте и о сохранении сохранившихся в нём изданий. В честь пребывания в городе российского императора был сооружён Петропавловский собор. Также при Петре была образована Казанская губерния. Открыта славяно-латинская школа. Впоследствии из неё выросла Казанская духовная академия. В отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Казанского университета нам предоставили план Васильевского острова. Он разделён на шесть кварталов. Каждый квартал имеет определённый цвет. Всего их шесть. Также нам предоставили указ Петра I о строительстве на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. 1720 год. В 1712 году Петр I перенёс государственную столицу из Москвы в Санкт-Петербург и решил упорядочить стихийную застройку нового центра страны, связанного с бывшей столицей и остальными регионами только водным транспортом. В этом же году начинается строительство тракта между Москвой и Санкт-Петербургом. Но в планах развития города важнейшую роль пока играют именно водные коммуникации и прямое территориальное проектирование. Петербург начинает активно развиваться, как европейская столица с русским колоритом. Освоение Васильевского острова началось за несколько столетий до возникновения северной столицы. По мнению учёных, на Васильевском острове жили рыбаки, имелись пашни. К тому времени относится и первая фиксация названия этого острова. Существуют научные гипотезы, объясняющие названия от имени нескольких новгородских посадников. Василия Селезня, Василия Казимира и Василия Ананина. Есть версии и о происхождении названия от имени одного из первопоселенцев острова, некоем рыбаке Василии. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин. Итоги недели. Оградя Отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству через искусство и науки. Говорил Пётр Первый. Будем стараться во имя и искусства, и науки, и страны. Встретимся через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова